А рядом, в переулках храма, уже занимаются недухом. Здесь лечат плоть, чтобы ей всеочищающее пламя потребовалось как можно позже. Лавочка пожилого мага уставлена поющими кубками. Китайцы два с половиной тысячелетия тому назад приметили, что бронзовые котлы можно заставить звучать, если их просто потереть войлочными тряпицами. Искусство это оттачивалось из поколения в поколение и теперь доведено до совершенства. Настоящий гуру не только заставит сосуды петь низким голосом, но у него холодная вода в кубках закипит, забурлит. Это все, конечно, только шалости резонанса. Стенки кубка вибрируют, рождают волны, которые сталкиваются в движении навстречу друг другу. Вот вам и холодное кипение. Но дирижеры пающих кубков еще и практикуют лечение тем же резонансом. От чего? Да практически от всего. Помогает ли? Бог весть, но впечатление производит. Чрезвычайно странное ощущение. Звук, словно, продолжает блуждать по телу. Несмотря на то, что источник звука давно уже прекратил всякое движение, всякую реверберацию. Очень интересное ощущение. Вполне возможно, лечебное. Непал страна древняя. Бог весть, когда сюда пришли люди, но уже полторы тысячи лет тому назад в этих местах существовало государство. Вернее, множество мелких государств. Едва ли не лучший источник сведений о седой древности – это, как ни странно, не летописи и хроники, а монеты. Маленькие кружочки металла сообщают нам об ушедших эпохах главное – кому люди в ту пору поклонялись и кем управлялись. Монеты, в отличие от аналов, не практикуют ни ложь, ни умолчание. Опять же, очеканенное в серебре или золоте уже не исправишь задним числом, чтобы удревнить или облагородить прошлое отечество. Вот она, самая маленькая из непальских монет. В ней весу всего что-то около трех десяток граммов. Она не очень древняя, ей около трехсот лет. Но сохранить ее в таком качестве стоило больших трудов. Как этому нумизмату, так и истории. Только на территории нынешней столицы существовали несколько княжеств. Лалитпур, Пхактапур, собственно Катманду. Они воевали, объединялись с завоевателями, вновь обретали самостоятельность. Единому Непалу всего-то 250 лет. История страны коротка, но в ней есть чем гордиться. 200 лет тому назад Британия так и не сумела завоевать королевство. После двух лет сражений правитель из Катманду уступил белому человеку лишь право контроля над внешними сношениями. Право не особенно драгоценное, а поскольку Непал внешним миром никогда особенно не интересовался. Лишь полвека назад Гималайское королевство слегка приподняло железный занавес и допустило в страну иностранцев. Впрочем, в жизни туземцев это особенных перемен не произвело. Непальцы умудряются существовать так, словно на дворе совсем не 21-е столетие. Они, впрочем, живут и не в средневековье. Нет, их национальное время вне положено настоящему, прошлому и будущему. Оно словно бы застыло янтарем, которым люди только мошки.